Что с нами, собственно говоря, произошло в начале 90-х годов? Мы с вами жили в некой матрице. Правда, идеология связывала нас, объявляла мысль о том, что завтра мы окажемся в светлом будущем. Это была наша реальность, несмотря на правду, ложь, боль, миллионы жертв. Как бы сейчас не об этом. Сейчас о том, что герои фильма Вачовский, Морфеус, который, помните, главного героя как-то, выводит из «Матрицы», он говорит ему в момент, когда тот просыпается, добро пожаловать в пустыню реальности. Вот, собственно говоря, на мой взгляд, именно в пустыне реальности мы с вами оказались в 90-х годах. Мы не попали в «Матрицу», мы как бы из нее вылетели. И вот эта вот реальность, собственно говоря, с ней сталкивается молодой искусствовед, интеллигент Виктор Татарский, который вдруг после окончания вуза, собираясь быть писателем, оказывается в пустыне реальности. Ну, из чего состояла эта пустыня в 90-х годах? Ну, в общем, из рынков и бандитов. Из бандитов и рынков. И пытается найти, ну, наверное, самое главное, что должен искать человеку. Причину. Причину о том, почему вот эта самая пустыня реальности образовалась. Татарские в фильме начинают понимать, что реальность произведена, собственно говоря, рекламой. Он это понимает. И благодаря такой своей, как бы, бесконфликтности, старый приятель, одноклассник, по-моему, приглашает его в некую фирму, которая занимается производством рекламных слоганов. И там он начинает понимать, что именно они лежат в причине, собственно говоря, в структуре реальности. Смотрите, цитирую. «Здесь мы просим быть очень внимательными, так как следующее положение достаточно сложно понять, хотя суть его очень проста. Кроме того, может возникнуть чувство, что речь идет о чем-то несущественном. Берем на себя смелость заметить, что речь идет о самом существенном психическом феномене конца второго тысячелетия. Смена изображения на экране в результате различных техномодификаций можно поставить в соответствие условный психический процесс, который заставил бы наблюдателя переключать внимание с одного события на другое и выделять наиболее интересное из происходящего. То есть управлять своим вниманием так, как это делает за него съемочная группа. Возникает виртуальный субъект этого психического процесса, который во время передачи существует вместо человека, входя в его сознание, как рука в резиновую перчатку. Это похоже на состояние одержимости духом. Разница заключается в том, что этот дух не существует, а существуют только симптомы одержимости. Этот дух условен, но в тот момент, когда телезритель доверяет съемочной группе произвольно перенаправить свое внимание с объекта на объект, он как бы становится этим духом. А дух, которого на самом деле нет, овладевает им и миллионами других телезрителей. Вот этот вот организм, который производит взаимодействие человека с телевизором, Че Гевара у Пелевина называет аранус. По-русски, простите, ротожопа. Естественно, аранус представляет из себя некую нервную систему, своего рода моллюскам, клеточная структура которого омывается постоянно нарастающим потоком денег. Дело в том, что Пелевин – совок. Типичный совок. Типичный советский человек моего поколения. И фильм представляет собой советское реалистическое кино о постсоветских временах. Они все являются выразителями одного и того же феномена. Пелевина, Гейнсбурга, ну и меня тоже, если хотите. Мы из поколения, которому необходимо во всем, везде и всюду искать причины. Вавилен татарский. Весь роман находится в поисках первопричины двигателя происходящего. И обнаруживает в качестве этой первопричины некий Осири Шумерский культ. Его жрецов, одним из которых он становится сам. И входит в элиту. То есть число тех людей, которые придумали этот заговор, преобразивший реальность. Если хотите, Виктор Пелевин в своих поисках вынужден искать и находить некое тайное ЦК КПСС, которое создает вот эти вот самые образы, которыми оно кормит несчастное поколение молодежи. И из-за этого деградирует. Мы совершенно не умеем искать причину в самом человеке. Аранус, это вот животное, оно возникает под воздействием телевидения. То есть злые дядьки из вот этого самого Осира Вавилонского культа, задумавшие смутить умы молодежи, как бы вполне промышленным, поточным способом производят из молодых людей Аранусов. Это не молодые люди виноваты в том, что они не хотят задумываться о причинах. Их оболванил тайный Осиро-Шумерский заговор. Ровно те же самые персонажи, которые внутри фильма, в реальности фильма, руководят потоком визуальных образов, Совсем недавно, внутри советского фантазма, назывались, ну, например, жидомасонами. Сейчас это забытое слово, не модное, но как-то мы очень быстро забыли, что в общем, именно тайным жидомасонским заговором наиболее модно и было считать Великую Атебрскую социалистическую революцию все то, что произошло следом за ней. Вавилен Татарский как бы обмылок старшего поколения вольных мыслителей, тех самых людей, которые в мухоморах, в других наркотиках, в йоге, в буддизме пытались искать, ну, если хотите, Бога или первопричину Вселенной. Как бы в фильме Гинзбурга и в романе Пелевина они ее нашли. И Вавилену Татарскому должно быть на самом деле где-то лет 50 в 90-х годах. Тогда действительно его однокурсники могли бы быть вот теми ушедшими в леса в поисках духов грибниками или психонавтами, которые были в большой моде в 70-х годах. Вавилен Татарский и два Виктора ищут первопричину реальности. А современное молодое поколение категорически не хочет именно эту-то первопричину и искать. Она страшна, потому что из-за нее и образовался тот фантазм, разрушением которого оказалась пустыня реальности 90-х годов. Все наши концепты, идеологии на поверку оказались причиной смерти. Огромного количества всяких разных смертей. Дедов и правнуков. Может мы просто слишком серьезно относились к жизни. Современная культура оказалась бегством от той гиперреальности, которая создала фантазм, убивший такое количество народа. Причины человеческих поступков и искренность человеческих чувств становятся слишком страшны. Там бесконечно много проблем, споров и трудностей. И погружение со всей серьезностью в душу другого человека открывает там бездну всяких проблем. Например, кажется, что Министерство здравоохранения и социального обеспечения должно заниматься заботой о здоровье и благосостоянии народа. Те, кто смотрит сейчас этот сюжет, задумаются всерьез, насколько это сложное понятие «забота». Поскольку она открывает целую бездну проблем, что заботиться настолько сложно, что это в любом случае, как забота о ребенке, не даст мгновенных результатов. Результаты можно будет увидеть через десятилетия. Поэтому гораздо проще поставить некоторый спектакль, который будет символически обозначать заботу. Как сказал однажды наш министр здравоохранения, это уже забытая фраза, надо снимать больше кино о врачах и медицинских работниках. Вместо того, чтобы платить им зарплату. Это, вне всякого сомнения, феномен гиперреальности. Забота о здоровье населения или забота об одном живом человеке со всеми его противоречиями, болячками, со всей его бесконечностью настолько сложна, что проще сделать вид, продемонстрировать, показать эту заботу. Например, подарить какой-нибудь подарок, мы говорим, откупиться деньгами. Поскольку сам по себе разговор, ну, например, с безнадежно больным родственником, страшен, потому что открывает бездну. Эта бездна в действительности находится в глубине наших чувств, в глубине нашего воображения. Вот от этой бездны новое поколение и пытается отказаться, заменяя реальность образами реальности. Это не является результатом некоторого заговора. Сами мысли о заговоре, о тайном религиозном культе, который скрывается внутри реальности и ее определяет, это мысли страшные, ну, их совсем. Не нужно задумываться об этом. Будьте проще, и люди к вам потянутся. На самом деле, вот эта сила, которая кажется простой, приводит к отказу от реальности. Ваша классическая литература, ваши толстые книжки, ваша религия, ваша вера в социализм. В конце концов, привели-то к чему? Вы оглянитесь вокруг. Сплошная несправедливость, грязь и мрак. Не хочу задумываться о причинах. Я вообще не хочу задумываться. Я не хочу глубоко чувствовать. Я не хочу чувствовать другого человека, потому что другой человек все время отвлекает меня от моих собственных удовольствий. Телевидение, средства массовой информации рассуждают о рейтингах, о том, что будут смотреть, и чего не будут смотреть. И абсолютно справедливо приходят к выводу, что никто не будет смотреть то, что рассказывает о первопричинах происходящего. Никто не будет смотреть того, что заставляет думать. Знаменитый виртуальный Ельцин и виртуальное правительство, образы которых создают в специальном телевизионном оборудовании, и в фильме, и в книгах, это правда. Это реальность. Но это реальность как раз социализма. Это не Ельцина. Это тех самых последних вождей социализма мы видели только в их экранных образах, потому что в реальности это были старые и очень тяжело больные люди. Я идентифицирую себя с американским писателем Буковским героем. Очень популярна сейчас у молодежи сериал «Блудливая Калифорния». Мне не нужно быть непризнанным гением, талантливым писателем, лишившимся своей единственной любви. Мне достаточно себя вести отвязно, как персонаж Буковского на экране, и это, в общем, обозначает, что, скажем, девушки должны относиться ко мне ровно так же, как они относятся к персонажу. То есть, трепетать над моей непризнанной гениальностью, любить тексты, которые я пишу, и без всякой надежды отдаваться мне прямо в первый же вечер, поскольку сериал-то идет один час. Если этот юноша встречает девушку, которая любит другой сериал, ну, там, например, «Сумерки», супермодную кинотрилогию романтики вампиров, то тогда мы расходимся, как в море кораблей, потому что там она ждет совершенно другого отношения мужчин. Ну, мы просто проходим друг мимо друга как две параллельные прямые, как два телеэкрана, которые не могут друг в друга проникнуть. В действительности это лекарство от страха, конечно, потому что прожить собственную жизнь, создать собственные концепции, пережить собственные чувства, кажется, смертельно опасным. Все это не дает немедленного удовлетворения. Кстати говоря, в этих отношениях есть еще одна сериальная логика. Они точно так же распадаются. Они распадаются, поскольку серия закончилась. Ну, как бы, ты знаешь, родная, я полюбил другую девушку из другого телесериала. Американский пастор Гарльд Кемпинг объявил, что конец света наступит 21 мая этого года, ровно через две недели после того, как я записываю вот эти самые слова. Я сегодня обратил внимание на то, что по Москве развешаны плакаты, обычные рекламные плакаты, на которых написано 21 мая произойдет второе явление Бога. Всех приглашают на спектакль. Правда, по кемпингу в результате этого спектакля на земле останется 2 миллиона человек, а все остальные грешники будут стерты огненным пламенем. В общем, все понимают, что этого в очередной раз не произойдет. Кемпинг объявлял уже такое же событие с теми же подсчетами по Библии. в 94-м году, по-моему. Однако, этот спектакль всем интересен и, наверное, есть тысячи людей, которые готовы играть в него как в реальность. А польский пастор в это время в польском сейме поднял вопрос о том, что необходимо запретить мини-юбки носить девушкам, потому что это снизит уровень проституции, которая в Польше заключена законно. И, наверное, в Польше сейчас люди очень активно и увлеченно обсуждают это действие как полную реальность. Нам предлагают реальность в виде некоторого визуального товара. И мы на некоторое время готовы в эти разнообразные реальности вступить. Мне очень понравилось, я недавно обнаружил в интернете сайт, посвященный влиянию, смертельно опасному влиянию пришельцев на человечество. Знаете, как называется этот сайт? Он называется здравомыслие. Поскольку, видимо, люди, которые разделяют вот эту концепцию схожую с Пелевенской, между прочим, концепцию того, что Аранусов создают не сами люди, а некие пришельцы. Ну, чем пришельцы в конце концов хуже вот этого самого великого и могучего культа Иштар? Видимо, только те люди, которые согласны, поддерживают игру создателя сайта, могут считать себя здравомыслящими. Ну, в конце концов, мы искренне, с искренним интересом наблюдаем по телевидению, не только по телевидению. Выступления политик прекрасно знают, что мы наблюдаем маски. Правда? Ведь речи пишутся соответствующими пиар-отделами, поступки продумываются с точки зрения влияния на потребителей этого визуального товара. А мы с вами, зная об этом, я сообщаю отнюдь не секретные сведения, по-прежнему продолжаем считать это истинной реальностью. во взаимоотношениях и во взаимоотношениях женщин и принцев богатых бизнесменов давным-давно сведены к некоторым правилам игры. Как должна женщина выглядеть, что должен говорить мужчина. И все эти образцы мы, мы, вовсе не загадочный масонский культ, с удовольствием берем с экрана. В результате, и об этом, кстати, Юлия Кристиева писала, единственной реальностью остается тело. И наши подлинные эмоции нам становятся известны только в виде симптомов всевозможных болезней, которыми, между прочим, наши дети еще и хвастаются. Потому что все остальное лишь призрачная игра экранов. Ну вот, я прохожу совершенно реально мимо девушек, сидящих на лавочке на бульваре и прислушиваюсь. Мне же интересно, что обсуждают молодые красивые девчонки. Выясняется, что они обсуждают очередной телесериал. проходя мимо них, я с ужасом понимаю, что они обсуждают себя. Каждая примеривает на себя как платье. Некоторый образ, некоторую судьбу героини сериала. Как сказала мне одна знакомая, сегодня такого рода разговоры называются игрой в сексе в большом городе. что само по себе очень здорово. Вот эти девчонки решат с кем идентифицироваться. То есть какая судьба, какой из героин соответствует ее судьбе и ее жизни. Какой образ она будет принимать за истину. Допустим, этот образ, эта игра на какое-то время заполнит всю ее психическую жизнь. Что в ней останется реального? В общем, только ее телесные переживания. Причем, скорее, плохие, чем хорошие. Это и будут те симптомы, с которыми она столкнется. Через некоторое время она поймет, что болезни позволяют не только не ходить в школу. Кроме того, что не ходить в школу они вообще позволяют оправдывать себя. Например, с помощью разного рода болячек, в том числе, кстати говоря, и психических, легко объяснить, почему ее судьба сложилась не так, как у героини сериала, с которой она решила себя идентифицировать. Ну, не так. Ну, что же делать? И поэтому и в фильме, и в книге реальностью тоже, как ни странно, оказывается именно симптом психического заболевания, которое сегодня принято называть наркоманией. Правда? То есть реальность галлюцинаций под воздействием мухоморов в случае фильма оказывается более реальной, чем живая, непосредственная окружающая Бавелина Татарского реальность 90-х годов. Мы сами не умеем говорить о чувствах, мы не умеем говорить о чувствах своим детям. Чего удивительного, что они берут уроки искусства любви в знаменитом, берут уроки любви в печально знаменитом проекте Дом-2. Но мы же не умеем всерьез говорить о чувствах. Мы не умеем всерьез говорить и о той реальности, которая лежит за пределами чувств, реальности, которой пытаются прорваться и Пелевин, и Вавилен, и его герои. Мы даже не умеем соотносить свои чувства с чувствами другого человека. И это беда, конечно, не только одной нашей культуры. правда всему этому можно и нужно учиться. Просто потому, что прикосновение к миру причин начинается с возвращения к себе, к отсутствию страха перед бесконечностью, которая ждет нас внутри наших чувств. И я надеюсь, что постепенно мы сможем об этом говорить в нашем клубе на наших очных встреч. встречу. Редактор субтитров